Всем UK Drill, пацаны, даже OG Buda уже флексит в этом стиле, так что и нам пора в этот последний вагон хайп-трейна. Так, и да, этот биток будет чуть-чуть сложнее, чем средний биток на канале, и поэтому видео, возможно, будет чуть дольше. Я надеюсь, вам будет интересно, и вы что-нибудь из этого почерпнете. Приступаем. 141 BPM. Включаем метроном и начнем с этого снаера. Как мы знаем, в UK Drill главное это сместить снаер. И этот потише готово. Все, так быстро, да, так быстро. Теперь кик. Слабенько. Нормально. И тут вот так. Теперь все это снова дублируем и добавим пару штук. Вот тут вот добавим звучок, чтобы было. И ставим здесь, выделяем Ctrl-U. Потому что когда мы выделяем и нажимаем Ctrl-U, то он режется в соответствии с выбранной вами сеткой. Классно. Теперь основной инструмент, он будет на омни-сфере. Если вы не знали, то можно вот здесь вот нажать на эту лупу, выбрать вот здесь вот любую интересующую у вас пупу, поставить ей любой рейтинг и потом в соответствии с этим рейтингом отсортировать. Ну просто, чтобы вам было удобнее искать, вдруг вы не знали. А мне нравится, лично вот, лично мне нравится вот эта пупа. Ретроспектив пиано. И я сейчас быстренько пропишу мелодию, потом вам про нее расскажу. У нас есть мелодия длиной в один такт. И у нее есть верхний мотивчик вот этот и вот эти басовые нотки. Как мы можем ее разнообразить? Это очень просто. Мы можем менять басовые нотки в соответствии с нашим скейлом. Helper, Scale, Highlighting, A и Minor, Harmonic. Вот наша основная нота. Вот поставили на Fa, вот поставили на Mi. Экспериментируйте, все будет окей. Экскрементируйте, прошу прощения. Ну и на последнем такте я не только басовые нотки, но и верхнюю нотку сделал E. Ну так, по-моему, звучит круче. Ну, эту мелодию еще можно оживить. Alt-Q нажимаем. Например, выбираем темплейт Hip-Hop. Он здесь Levels Hip-Hop. И вот так вот мы можем не то, чтобы рандомизировать, но как-то сделать velocity поинтереснее, чтобы типа эмулировать разную силу нажатия. Окей. Теперь у нас будет парочка обработок. Начнем мы с фаб-фильтра Saturn. Warm Tape меняем на Clean Tube. Вот здесь вот я поставил Band выше 2 кГц. Зачем? Крутим Drive. Выключаем. Просто, чтобы он стал поярче. Дальше. Shaper Box. Здесь есть отдельные модули. И для отдельных модулей есть пресеты. Включаем фильтр. Мне очень нравится пресет Swips. Вот такой. Он добавляет. Bounce прям добавляет. Ритм. Это, по-моему, одна из самых важных частей UK Drill Melody. Они не обязаны быть сложными. Они обязаны быть ритмическими. И сами по себе уже чуть-чуть качать. И вот этот пресет нам в этом помогает. Микс открутим. Типа. Окей. И kickstart. Создает яму вначале. Выберем какой-нибудь пресетик и открутим на половину. Вот. Уже появился ритм. Еще, кстати, мы можем рок-юшкой отпилить немножко чистотик. Чистотик. Ну, короче, срезать низ. Вот эту пикуточеную тоже прибрать. Она мне не нравится. Но обработки это, по сути, тимьян и розмарин для стейка. То есть, если вы за пятерочкой около дома найдете трехлетний кусок куриной грудки. И положите на него тимьян с розмарином. То есть я вам это не рекомендую. Но если вы возьмете мощный жирный стейк и нафигачите тимьян с розмарином на него, то будет круто. Ну, наверное, стейк никогда в жизни не готовил. То есть вот эти обработки просто чуть-чуть делают звук интереснее. Чуть-чуть. Вот капельку. Теперь к вторым снэрам. И... Ну, этот снэр какой-то длинный, так что можем подкрутить ему немножко out. Вот так гораздо лучше. Угу. Ну, не сказать, что это какая-то слишком сложная или наоборот слишком простая партия. Просто правило то же самое, что и для хэтов. Не должно быть слишком много пробежек в одном месте или слишком нагруженный такт. И не должно быть слишком расслабленных тактов, если вам нужно вот какое-то такое звучание. Ну, еще мы можем как-нибудь настроить панораму, например, для длинных пробежек. Вот так, вот так. Ну, просто, чтобы было поинтереснее было. Первый верху уделяем, дублируем. Готово. И переходим к хай-хетам. Во-первых, их нужно сократить крутилочкой вот этой. Во-вторых, в веселых настройках мы можем их немножко подкрутить. Напоминаю, EQ, когда крутим вправо, он усиливает больше низкие частоты. Когда крутим влево, более высокие частоты. Соответственно, можем вот так вот крутануть. Сделать такой вот немножко подпорченный хай-хет. Пропишем. С хэтами тоже особо нет ничего сложного. Просто самое главное, чтобы этот паттерн не мешал уже написанным снейрам, которые тоже как бы типа ритмический снейр. И еще с ними мы можем сделать тоже такую следующую штуку, как и со снейрами. То есть, как-нибудь покрутить им панораму, чтобы было просто поинтереснее. Покрутить можно именно пробежком и еще. Смотрите, я специально сделал несколько таких запиночек. То есть, и вот получается у каждой запинки я поменял немножко панораму. И еще можно им немножко поменять velocity первым звучком. Так будет интереснее. А когда бит звучит интереснее, бит становится чуть круче. Опять же, но не нужно полностью весь свой бит создавать только типа в нем будет стремная мелодия, отвратительный бас. Но будут хай-тики подвинуты чуть-чуть в разные стороны. Нет, это все полная ерунда. В первую очередь, вот эти фишечки это дополнение к основному блюду, раз уж мы продолжаем кулинарную метафору. Окей. Еще у нас есть вот такой вот сэмпл. Я хочу его встроить, потому что, по-моему, в UK-дриле самое главное, чтобы были какие-то странные перки, бдыщки, бдунки. Короче, какие-то эффектики постоянно фигачили. И с такими звуками самое главное узнать их высоту тона правой кнопкой мышки, edit and pitch corrector, и видим, что они на джин. И теперь мы настроим для него envelope. Оставим вот такой вот релиз, потому что так круче. Открутим late. Построим его после snare, там, где звучит нотка А. То есть типа, чтобы он совпадал с нашей ноткой басовой А. Еще у нас есть вот такие звучки. И вот я хочу, чтобы они звучали в начале. Поэтому сэмпл старт откручиваем и получаем. И вставим на C5. То же самое с крэшем. Покороче его сделаем. И у нас есть еще вот этот звук. Ему мы тоже откручиваем сэмпл старт и out. Вставим на первое место. Мне очень нравится. И еще у нас есть сирена. Но она будет у нас развернутой. То есть она будет делать. Сэмпл стартом делаем ее покороче. Правой кнопкой мышки на тайм жмем. Выбираем 2 бара, чтобы мы могли контролировать ее длину. И она стала выше. Чтобы сделать ее снова нормальной, в resample ставим stretch. Выставляем ее вот сюда. И получаем 2 бара чистого удовольствия. Мне нравится. И по-моему, я может быть свой собственный UK drill себе придумал. Но там вот постоянно что-то происходит в бете. Постоянно есть какие-то дополнительные звучки, которые как-то должны подчеркивать вот этот ритм. И давайте бас, бас, бас. И я его буду писать на октаву выше. Так вначале будет удобнее. Бас это слайды. Слайды это бас. Ставим слайд ноту сюда в первую очередь. И... Судя по комментам, не все понимают, как работают слайд ноты. Давайте разберемся. Вот у нас есть нота C и слайд нота. Слайд нота не несет в себе никакого аудио. Она должна управлять какой-то обычной нотой. То есть мы можем выставить какие угодно красивые слайды, но они сами по себе не будут звучать. А если мы эти самые обычные ноты расставим, то получим нормальное, ну, нормальное звучание какое-то. И здесь за счет этих самых слайдов мы сделали довольно интересную партию баса. То есть не просто нота обрывается самая первая, а она сначала делает. И, по-моему, простейшее правило, которое можно применять, это делать слайды вверх быстрыми, например, как так. То есть у нас здесь воп с F5 быстро на F7, потом просто играет F6. А слайды вниз короткими, например, как вот здесь. Два слайда быстрых вверх. И вот здесь уже B4. На B4 слайд идет длинный. И у нас будет еще один парт баса и парт пэт баса. К ним перейдем чуть позже, а пока пропишем дополнительную мелодию с помощью Contact 5 и Biblia Excel. И он будет играть очень простую партию. Он будет просто играть по басовым ноткам. Но делать это на октаву выше. Ctrl-X, переходим в новый паттерн, идем в плейлист и выделяем его, выбираем Ctrl-Alt-C, нажмем Enter. Чтобы его законсолидировать, то есть превратить его во файл. После этого мы его реверсим. Потом нажимаем сюда, делаем Chop, Time Based Chop и Chop in Bars. На такие вот кусочки он нарезался. Теперь с отключенным Stretch, кстати, вот это мы можем уже удалить, сокращаем его в два раза, включаем Stretch и растягиваем. Но он слишком низкий. Переключаем Modis Resample на Auto и... Звук стал таким немножко дурацким, таким растянутым. И еще, поскольку мы его развернули, он как бы задом наперед. То есть, вот, типа, вот это не последний фрагмент, а первый. Так что просто расставляем их таким образом. Последний становится первым, предпоследний становится вторым. И отправим его на какой-нибудь третий канал микшера и накинем на него плагин Louperator. Это тоже типа Effectrix, типа Grossbeat. Мне нравится конкретный пресет. Он находится в Ambient, называется XCOM. И звучит так. И еще давайте сделаем ему AutoPen с помощью стандартного плагина PanOmatic. Переключаемся на панораму, добавляем Amount на 87% и скорость. Мне нравится. Окей, окей. И еще можем параметриком ему немножко прибрать вниз. Вот мы все сбросили на микшер. Теперь создаем опять же дублирующий паттерн. Второй. И сделаем здесь Split by Channel. Разбросали все на отдельные паттерны. Окей. И я хочу сделать второй дополнительный паттерн баса. Жмем здесь и делаем Make Unique. О, кстати, предыдущий парк нужно на октаву вниз опустить. Я его просто прописывал на октаву вверх. Просто так прописывать удобнее. И здесь мы сделаем длиннющую ноту длиной в два такта. И сейчас будем делать тоже. В UK Drill бывает два типа баса. Короткий со слайдом и длинный. Непрерывно звучащий бас и тоже со слайдом. И сейчас мы будем как раз такое делать. Еще важный момент про слайд ноты. Они управляют не только высотой тона, но и громкость. Вот здесь, вот смотрите, я специально сделал здесь перед C8 маленькую E7. То есть у нас играет E8. Потом она быстренько на нулевую громкость и на высоту тона E7. Чтобы вот здесь вот получить... Такой зажеванный звук, который, собственно, я и хотел получить. Теперь Ctrl вниз. Но вот слайды все-таки на октаву вверх. Снова делаем Make Unique еще один бас. Идем в наш фэт бас. Но перед этим можно сделать одну штучку. Повесим Soft Clipper, чтобы ограничить его нулем децибел. И, как я говорил, DQ, когда вправо, то больше акцент на низкие частоты. Нам это нужно в клип. Вот такой прям вау, вот такой бас. Короче, круто, мне нравится. И пропишем его. Первые четыре такта максимально простые. Просто по басовым нотам, но в конце... А в конце... Просто сделаем E, C, потом B. Эти короткие и добавим нулевую громкость. Окей, окей, окей. У нас есть вот этот звук. Я такие звуки всегда обрабатываю одним образом. И вам рекомендую создать свой собственный пресет. То есть правая кнопка мышки, файл. И вот тут вот есть мои пресеты. Например, я к нему применю сейчас вот этот пресет. И это невероятно быстро. Если вы примерно одним и тем же образом обработываете какие-то звуки, то пресеты это идеально. Это очень удобно. Да, кстати, я не сказал опять по какой-то непонятной причине. Как только это видео он уберет 2222 лайка. Проект этого бита. Вот все вот этот проект, который мы тут делаем. Я выложу в своем паблике ВКонтакте Школы Битмекинга. Ссылка на паблик в описании. А на моем саундклауде, ссылка на него тоже будет в описании, уже залит вот этот биток. И вы там сможете его послушать. Ну и возможно даже скачать. По поводу настроек пресета. У нас тут эко-бой, декабитатор, HDL, стерео, Panman и Tremulator. И для баса мы сделаем ровно то же самое. Я на него нажму правой кнопкой мышки, файл. И DAW S808 свой подгружу пресет. Радиатор давайте уберем. На нем декабитатор. Крутанем на максимум. Погромче надо только бас сделать. И еще на экссайтере мы можем добавить немножко. И здесь вот. И еще естественно, естественно, как я мог забыть. Бас нужно расширять. Нет, не нужно. Не всегда это обязательно. Но здесь по-моему это необходимо. Потому что это UK Drill. И по-моему в UK Drill всегда расширяют бас. Но я могу ошибаться. Бэнд делаем больше 200 Гц. Стерео исключаем и... Отлично. Ну и раз уж меня так понесло, то добавим еще один стандартный на этот раз плагин GMS. Easy Classic DT. Вот он. Эко парам x парам y в ноль. Реверб парам x парам y в ноль. И получаем вот такой звук. Я хочу, чтобы просто местами... Иногда был такой аккорд. Аккордик на октаву ниже. C5 на октаву выше. И добавим еще А3. А если ниже еще? О, вот оно, да. Такую же байду сейчас мы сделаем на ноте E. Да. Я хочу, чтобы звук был не просто, а такой... То есть такой нарастающий по высоте тона немножечко. И для этого мы можем зайти в стандартные настройки. Вот здесь вот. Включить порта. Покрутить слайд, чтобы было вот тут вот единичка, например. Это вот именно то, что нужно. Закинем его тоже в наш плейлист и назовем его GMS. И вот у нас готовы все парты. Бит уже как-то, как-то немножечко прикольненько звучит. И теперь давайте я быстренько сделаю все обработки и потом вам про них расскажу. Еще одна маленькая штучка с GMS. Во-первых, я повесил на него и майджер, и параметрик, чтобы немножко отпилить низ. Повесим на него в лофт фильтр. И поставим пресет Simple Low Pass. Кат сделаем где-нибудь, давайте 60. Вот так, хорошо, да. Правой кнопкой мышки и делаем Create Automation Clip на кат. Тут вот, правой кнопкой мышки Copy Value. Правой кнопкой мышки Paste Value. И первую точку опускаем и делаем вот такой вот изгиб. Вот. И теперь мы можем просто вот здесь вот сделать надрез. Все удалить. И расставить эти Web там, где этот самый GMS и звучит. Ну и можно еще на него накинуть немножечко реверочка. Например, Valhalla Winter Shwer. И пресет какой-нибудь... Вот мне, например, нравится пресет Bright Hall. На процентов 10. Так, ну что я интересного сделал по обработкам? Во-первых, закинул на мастера Zone 8, который пока выключен. Но давайте уж раз мы здесь, то вот так вот настроен Maximizer. А на динамике я выбрал Focus, Dynamics и все. Тут я подкинул немножко эквализации, чтобы просто срезать лишний верх. Вот этот мой любимый пресет на G37 с отключенным на Noise Level. Центр стерео абсолютно моя стандартная настройка. Еще можно в целом подкинуть Pro-Q и... Вот так. На индивидуальных каналах ударных, на снейре, на обоих снейрах и на хай-хетах Ozone и Major настройка всегда примерно одинаковая. Вот включенный стереоайс, всегда бенд выше 200 Гц. Еще на вот этом снейре я докинул FabFilter Saturn по принципу, как на инструменте на главном. На канал Drums я закинул, смотрите, вот такой вот компрессор с пресетом Drums Squash But No. Он просто делает все чуть-чуть плотнее. И вот такая вот эквализация на ударных. И вот на этот групповой канал, где всякие свуши, прочие вот это, всякие штуки, я сейчас прямо повешу сюда Ozone и Major. Ну и еще можно им немножко срезать низ. Вот, биток почти готов. Осталось сделать небольшую структурку. Для этого давайте все это возьмем и сдвинем в сторону. И я чуть не забыл сделать принципиально важную вещь, это покрутить Shift на хай-хетах. И заходим в настройки, крутим Shift, вот так вот. И еще мы, кстати, можем Shift покрутить, например, нашему крэшу, почему нет, и дополнительному снэру, чуть так вот. И еще, в начале я хочу сделать автоматизацию на Half Time для основного инструмента. Переключаемся здесь на 1 четверти. Жмем на вот эту кнопочку, крутим Mix. Снова на эту кнопочку жмем уже на этот раз правой кнопкой мышки. Делаем Create Automation Clip. Вот так правой кнопкой мышки, вот так правой кнопкой мышки. И последнюю точку опускаем. Здесь будет играть Half Time, вот здесь будет играть Half Time, и вот здесь будет играть Half Time. И для нашего предфинального квадрата я хочу сделать еще одну маленькую фишку с ударными. Вешаем на них Love Filter, выбираем тут пресетик. Пресетик называется Simple Triangle LFO Low Pass. И нам просто нужно сделать автоматизацию его включения. Правой кнопкой мышки делаем Create Automation Clip, и вот везде он будет отключен, а здесь он будет включен. И если быстренько пробежаться по структуре, то как я ее сделал? Поскольку у нас довольно много элементов, у нас есть GMS, у нас есть основная мелодия, у нас есть три разных баса. Было где разгуляться, поэтому вначале у нас играет основная мелодия через Low Pass вместе с вот этими вокалом. Он вообще постоянно будет играть слишком, мне уж понравился этот звук. И вот здесь у нас будет переход на основную часть. Сначала облегченная версия, без кика и хэта. И вот здесь у нас вступает уже второй бас, вначале играет GMS, и потом вступает все остальное, больше GMS не играет. Потом у нас парт такой, знаете, такой чилл расслабление, а потом... Полностью паттерн, основанный на GMS. И в общем осталось только включить зону на мастере и, наверное, уже начать слушать биток. Я не знаю, как вам, но мне этот биток понравился, как я уже сказал. Ссылка на SoundCloud на него, там вы сможете его послушать. И, как обычно, напоминаю, что у меня есть полный видеокурс по битмейкингу VFL Studio от А до Я. Он стоит 3290 рублей. И чтобы его заказать, напишите мне. Ссылка на меня в описании. Там же вы сможете узнать у меня о нем подробнее. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. Если это видео вам понравилось или было полезным, то ставьте полностью заслуженный лайк. Если хотя бы хоть капельку, хоть чуть-чуть что-нибудь почерпнули. Ну и самое главное, что вы можете для меня сделать, это посмотреть другие видео на канале. А если вам понравилось это, другие понравятся тоже. Ссылки будут в конце. Слушаем. Ссылки будут в описании. Ссылки будут в описании. Ссылки будут в описании. Ссылки будут в описании.